Почти три тысячи рабочих мест предложили сегодня на ярмарке вакансий в Караганде. От акушеров и логопедов до артистов, бухгалтеров, воспитателей, сварщиков. Какие критерии были и какие зарплаты предлагали в материале Юлии Волковой. В этом году в Карагандинской области провели уже 122 ярмарки вакансий. В областном центре сегодня прошла 11-я. Набирать сотрудников пришли даже сотрудники прокуратуры и полиции. Это востребованные специальности, которые им нужны. Рабочие специальности, свыше 800 вакансий, участвуют 40 предприятий по Караганде, которые крупные предприятия. Дополнительно на ярмарке организовали 4 таких стенда. Здесь размещены больше 2000 вакансий с указанием конкретной заработной платы и контактных данных будущего работодателя. Можно сразу позвонить и договориться о собеседовании. Зарплаты здесь самые разные. Начинаются от 85 тысяч тенге и верхний предел под 400 тысяч. Требуются слесари, дворники, врачи, воспитатели, работники культуры и других сфер. В течение месяца искал работу. Сегодня пришел на ярмарку и нашел вакансию гражданин рабочего в парке. С 1 декабря я выхожу на работу и буду официально трудоустроен. Пусть чаще проводят такие мероприятия. Люди будут идти. Карагандинка Эльвира Токарева – специалист по контролю качества в сфере металлургии. Пришла на ярмарку впервые и уже поговорила с несколькими компаниями. Ярмарка, конечно, шикарная. Вакансий много, достаточно. Присмотрели что-то или еще будете думать? Ну, были предложения. Я их рассмотрю. То есть, что будет выгоднее, что будет удобнее. Дмитрий Куликов пока студент. Окончит учебное заведение только в следующем году. Но уже присматривает себе место работы. Специализируется в системах информационной безопасности. Ну и в общем мне бы хотелось, чтобы сейчас было больше предприятий, которые набирают именно молодых специалистов. Это сейчас, наверное, самая страшная проблема, потому что образование не столько играет роль, сколько опыт. Сейчас всем нужен с опытом человек. До конца года в Караганде планируют еще 2-3 ярмарки. Они продолжатся и в следующем году. Стесняться не надо, ведь поговорить сразу с потенциальными работодателями гораздо эффективнее отсылки стандартных резюме.